Добро пожаловать в игру Сибири! Мы с вами в очень неприятной, в очень ужасной, жуткой обстановке, в ситуации. Мы в ловушке. Помогите! Что тут происходит? Что нужно от меня этому убить? Я думаю, что он решил забрать тебя себе. Да, бабушка теперь вообще далеко и долго не решится выходить на сцену снова. Вот может и не стоило ей голос возвращать, она старалась угодить публике. Вот и все. Выходи, бабусь. Ох, моя дорогая, наконец-то. Я уже потеряла надежды. Быстрее не получилось. А теперь бегите, пока этот маньяк ничего не заметит. Мне еще надо вернуть желтый Уткар. А что их возвращать? Вон там у пианиста отбираем и все. Это был самый дебильный способ заманить звезду к себе на завод. Все, пианист, пока. Ты не живой, как наш Оскар. И вообще не в разуме, судя по всему. Нужно пойти пообщаться, сказать, что ты дурачок, что ли? Сейчас я иду. Отвертку в глаз заткну ему. А что дверь-то закройла? Мы же открывали ее. Не говори, откиньца бабушка сейчас у меня тут. Тогда давайте двигаться дальше. Ты еще и сама дверь открываешь. Какая молодца. Совсем трохнулся. Что же? Это еще что за фокусы? Хе-хе-хе-хе. Неплохо, мисс Волком, неплохо. Но вам все равно меня не одолеть. Поэтому хватит играть в кошки-мышки. Отдайте мне руки и верните госпожу Романшку, иначе я не отвечаю. Еще и руки теряю. Сейчас я приду к тебе. Ух ты в угаре, меломан-убийца. Елена, хватайте руки и скорее в поезд. Скажите к Оскару, пусть готовится ехать. Я выберусь из этой гнешней фабрики. То есть закрыли нас. Нормально? И кто отсюда не выберется? Романск это вон пошла. Я-то зачем дурень? Ты все попутал. Все, ты перепутал. Ты подожди, я с ним еще иду пообщаться сейчас. На любезные темы. Я же могу с ним пообщаться? Должно быть какое-то объяснение? Или все? Думала застать меня врасплох, безмозглая девчонка. Где тебе тягаться над всемогущим директором Комсомольска? Лучше убирайся, по добру, по здорову. И забудь, что меня видела. Забудь про фабрику, Елену и про руки. Дурши. Объяснение нам не дождаться. Монорейс не ходит. Похоже, монорейсом? Монорейсом управляет дурачок. Самая жалкая попытка пленить звезду и Кейт. Он готовился к этой встрече сколько-то лет и облажался. Что я могу сказать. Бежим. Мы с той стороны поднимемся. Что-то там это грохнуло. Сейчас еще и поезда не будет, смотри. Мне показалось, что взорвали. А, если ты с той стороны, что ли, взорвали? Так, а там была где-то шахта, помнишь? Была. И куда мы ее через нее выйдем, понятия не имею. Самая жалкая попытка нападения. Это нам зачем? Заложить бомбу в его фабрику? Чтобы он подох. Ну давай. Подожди, нельзя же садим? Может, нам это не нужно, динамит? Нафиг ему нужен? Покажется. Уезжаем и все. Оскар, вот и я. Поехали отсюда скорее. Рад вас снова видеть, Кей Уолкер. Будьте любезны. Как же он ее пустил? А как же не за нудство, что... Это лишний человек, там всякая хирота. Билет, блядь, я едовой выпишем. Не хочешь? А, то есть ты тоже подкупни. Бюрократическая мразь. Действительные пассажиры у нас не предусмотрены. Надеюсь, вы не потеряли билет до Оролобада. Потеряли. Вас понял, Кей Куолкер. А ты ничего сейчас еще чего-нибудь делаешь. Пойду с Ленкой, что ли, в вагоне посижу, венца выпью. Ну как, концерт удался. Впечатлений полно. Поклонники в восторге. Что это? Что это за хирота? Опять звонки, да вы заколепали нас уже. Пиздобол, блядун. Выиграл, наконец-то, у бобов сквож. Добработница кокнула вазу в прихожей. А так, ничего нового. Ясно. Так все в порядке? Угу. Да, да. Все в порядке. Все отлично, да. Не скучаешь без меня? Да, конечно, скучаю. Я говорила с Оливией. Она немного расстроена. Э, тебе нечего? Спасибо Оливии, что хоть рассказала. Не знаю, что на меня нашло. Прости, Кей. Все-таки, наверное, правильно не скрывать подобные мучки. Тем более от лучших друзей. Не знаю. Да это по сходу и так бы туда влезло рано или поздно. Может, это выяснили. Ну, знаешь, самое смешное, что я ни о чем не жалею. Что с нами стало, Кейт? Может быть, мы просто поняли, что не любим друг друга? Мы могли бы поговорить, когда ты приедешь. Если ты только хочешь. Ну, уже что-то как-то неловко. Да ищет. Не знаю, мы живем, увидим. Ленка, как дела? Что случилось? Почему поезд стоит на месте? Может, ты вразумишь этого Оскара? Снова схватит этот ненормальный. Согласна. У нас тут небольшая проблема. Не волнуйтесь, сейчас я все уложу. Да. Сейчас Еленка, как Оскару, этому побалде треснет. Она Ман и Джеймса смогла кстить и с этим разберется. Не то, что там Катенька наша. Учу-чу, Оскар. Учу-чу, билетик тебе достать. Еще что-нибудь может там сделать. С Каманьяками подружиться? Да-да-да. Так, давай динамит сюда. Хотя, знаешь, последствия могут быть непредсказуемы. Честно, конструкция рухнет на наш поезд. Оскар, свалили мы отсюда, живо! Оскар, живо тебе сказали, блин. У тебя там закрутилось что-нибудь? А если вам переградить нам лучше? Не, отлично. Шикарно сработано. Аралбат! Штридзвотень проявляет. Штридзвотень проявляет. Ну что ж, снова мы здесь. Снова сейчас пойдем заводить механизм нашего поезда. И вполне вероятно, что найдем Ганса Фаральберга. Неизвестно, куда нас занесет еще, но почему-то я уверена, что более экстремальных приключений у нас не будет. Но, возможно, я ошибаюсь. Оскар, ты зачем вышел? Здесь можно выходить тебе? Ты же не спускаешься с поезда. Чувство юмора не заложено в мою программу, Гейт Уолкер. Вам бы следовало об этом догадавцам. Оскар, хватит, перестань дуться. Мы вышли из этой переделки целыми невредимыми. Мой Оскар, бедненький несчастненький, сидел на жопе ровно, нихера не делал всю игру и бедняжка обиделся. Да пошел ты в жопу, гондон. Эй, а что ты делаешь на платформе? Не похоже на тебя. Я собирался слегка проветриться и очистить свои суставы от накопившейся пыли и паутины. Но этот ветер с моря просто ужасен. Думаю, лучше вернуться в наш теплый... Да-да, возвращайся. Ну да, и оставаться там по жизни. Да-да, это его задача. Про Ленку не можем говорить. С тех пор, как я здесь была в последний раз, погода изменилась. Ветер спал и пошел снег. К сожалению, я не сопровождал вас во время вашего первого визита в Орлобанке, Уокер. Вы бросили меня на произвол судьбы на той ужасной фабрике. Оскар, знаешь что? Ты меняешься. Ты, может, сам не замечаешь, но ты... И что, и что изменилось? Он стал более нытиком? Надеюсь, взрыв не повредил поезд. Не беспокойтесь, Кейт Уокер. Я проверю все механизмы, моезд уцелелел. Оскар, ты, похоже, обо всем успеваешь подумать. Я никогда не думаю о водном спорте, Кейт Уокер. Ты еще больше что-нибудь выбрала. Знаешь, Оскар, иногда я думаю, что мы никогда не найдем Ганса Фуральберга. Вы проявили уверенность и настойчивость, Кейт Уокер. Пожалуйста, не отчаивайтесь сейчас. Возможно, вы ближе к цели, чем подозреваете. Да, может быть. Оскар, ветер утих. Может быть, ты пойдешь со мной? Кейт Уокер. Такой чувствительный механизм, как мой, обладает повышенной реакцией на низкие... Да, но получается, Оскар, что брали-то раньше, чем Джеймс. Джеймс должен быть более продвинутым. Мы можем ехать дальше? Можем, Кейт Уокер. Только сначала нужно завести пружины поезда. Разумеется. И как это я забыла? С ее минуты, сэр. Знаешь, Оскар, несмотря на все наши беды и на твой характер, я буду скучать без тебя. Почему? Почему вы нас покидаете, Кейт Уокер? Да, мы нашли Ганса Форальберга именно по раннюю. Так мы его не нашли, Кейт. Вам решать, Кейт Уокер. Это что-то какая-то ошибка, поэтому мы его не нашли, Кейт. Мы только что говорили, что мы беспокоимся, что мы его не найдем никогда. И вполне возможно не найдем, он умер уже давно. Все, пойдем. Оскар, а ты можешь ответить мне, сколько там еще этих билетов? Мисс Уокер, мисс Уокер, подожди, не уезжайте, мисс Уокер. И что, мужичок, заскучился по нам? Мистер Феликс, что случилось? Что-то с мадам Романской? Не-не-не-не-не-не-не-не. Наша звезда цветет, благоуха и пахнет как рода. Для вас пришло пожилка для нас. Умористичный персонаж юморной. Я говорю, поймай ее, пока она не уехала. Посылка для меня? Это невозможно. Не-не-не-не-не-не, на ней написано. Для мисс Уокер, вот, черным по-белому, все. Что же вы мне раньше не сказали? Так она только что пришла. Ясно. А кто ее доставил? А кто? А я не знаю. Я отключился на несколько минут. Понимаете, шел решающий матч. Приходу, она на стойке лежит. Ну, заберите ее, хорошо, а? Ладно? Ну, хорошо. Ну что ж, пойдем посмотрим, что за посылка. Можем Ленку еще проведать, коктейльчика навернуть с ней. Такие, из такой передряги выползли. Джеймс, что, не познакомься с нашим Оскаром? Они же были рядом. Где посылка-то? Дальше. Мама, где-то механический. Мне даже нечего, ребята. Пяточки комментировать здесь, потому что... Пора бы уже было отключить телефон. Никаких номер, Солкер. Вы уже столько времени не можете найти какого-то несчастного старикашку. Знаете, он вовсе не старикашка. Он великий изобретатель. Хватит ползавни. Мне не нужны ваши оправдания. Мне нужны. Я все поняла, мистер Марсон. Я постараюсь вас не подвести. Угу. Филососни, сказала бы ему и все. Мартин какой-то. Начальник урод. Жених мудак. Подруга пизда. Мамка... Мамка, мамка, просто. Добрый день. Нахер нам туда ехать? Мамка, мадам. Да, 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 да. Настаюсь романской. У нас сейчас здесь, передо мной. Мадам, как живая. Да, сию минуту. Шовый. Шовый не стоит, мадам, шовый. Какая чемодан? Кто? Миш Волкер, мадам романская ждет вас в баре и просит потарапать. Спасибо. еду еду в бар-то это к романской не зайти это я бы сошла за оскорбление механически мама тому вам не указать посмотреть нет чё бабка в баре сидит целыми днями отличная жизнь это еще платье ты сняла верни было симпатично то в этих лохмоть их ты совсем какая-то унылая я бы не хотела чтобы у вас сложилось превратное впечатление несмотря на неудачу в ко мне удачу и все остались довольны вы помогли мне на время забыть об этом мерзком курорте и а пляже мирский почему не вид ксена дачу помидора выращивать я не понимаю я рада что вы не сердитесь это плохо скучно уныло и не нравится и тебе кажется что это навсегда или у нее денег нет а потом все рушится и тебя забывают мадам не стоит быть такой пессимисткой это вам не к лицу и если рядом нет никого кто мог бы помочь для тебя наступает долгая и холодная зима может вам просто стоит отдохнуть нам пришлось нелегко столько всего вы наверное просто устали когда я вернулась ганс научил меня радоваться жизнь он ведь тоже болел вы бы слышали как он кашлял он ведь провел столько времени на фабриках надышался там дымом потом ему стало лучше и он уехал а я осталась здесь вместе со своими а куда он поехал-то сибири тушкой ганс был такой жизнерадостный такой беззаботный конечно он был слегка не в себе как говорится это был ребенок ребенок который делает прекрасные а теперь он бог знает где слышали прибыл самолет с продуктами для гостиницы может быть вы сходите посмотреть зачем я стара я устала мне было приятно увидеть вас кейт волкер но чё нота до свидания джим присматривай за мадам романской для этого я и предназначен мисс до сопутствует вам удача снег это добрый знак правда когда идет снег ветер утекает к тому же снег скрывает соль и песок воздух становится чище идеальные условия а как же и не изморожки все остальное для твоих механизмов которые будут ржаветь эту путь и снега и так далее самолет приехал с продуктами гостиницы хорошо живем можно без респиратора выходить кто-то сидит добрый день сэр мистер форальберг ганс форальберг вы привели сюда поезд это хорошо почему ты думаешь это ганс вы себе не представляете как я рада вас видеть меня зовут кейт где она ваша сестра скончалась мистер форальберг мне жаль очень жаль понятно иначе она бы приехала так ну да они вы полагаю в чем ты думаешь что он меня зовут кейт олки откуда почему отправил кто правил на механический поезд он уезжаю далеко уезжаю далеко а куда вы едете туда искать сибири сибири я мистер форальберг мне поручили оформить продажу вашей фабрики во владелине сестра так долго блин ехала как бы она здесь половина автоматы их больше не будет так мистер форальберг фабрика принадлежит вам и для оформления сделки мне нужна ваша под он мертвый у него нет ни паспорта ничего договор о продаже вы можете его посмотреть ваша сестра была согласна со всеми условиями нам нужна только ваша подпись димана хотела как бы продать фабрику уехать на этом поезде получается наверно как вы подписываете не читаю я не умею читать не знаю как это делается кейт уолкер буду я нужен так давайте я вам его прочитаю все в порядке не надо мне нужно уехать на поиске и чё опять все усложняешь как пожелаете мистер форальберг желаю вам счастливого пути алло слушайте кейт я высылаю вам подкрепление не нужно мистер марсон что значит не нужно ганс форальберг только что подписал бумагу все в порядке вы что хотите сказать ну да исключительные права на производство технологии форальбергов теперь принадлежат игрушкам по всему свету это же прекрасно кейт отлично вы просто молодец она же все равно возвращаться к нотариусу теперь еще переоформлять эти документы а теперь немедленно возвращаетесь я хочу чтобы завтра же этот договор лежал на моем столе секретарша сейчас будет договариваться о встрече с игрушками вам же наверняка захочется вручить им контракт самой а подкрепление надо было нам выслать уже давно вместе денежками ну хоть начальник ценит нашу работу наконец-то догадался нам помочь да уж сэр кейт уолкер да мистер форальберг вы поедете со мной на поезде кейт уолкер нет нет спасибо мистер форальберг но для меня это приключение закончено плохо глупо вы не любите приключения да ну не совсем я хочу сказать может быть на этот вопрос не так то просто ответить мне нужно возвращаться в нью-йорк меня там ждут понимает понимаю самолет он тоже полетит в нью-йорк самолетом управлять я лучше попробую это уточнить как будет разумнее наверное до встречи кейт уолкер пока до встречи мистер форальберг кейт терзает смутные сомнения почему смотрят нас по ней повезет нью-йорк никаких оснований но это конечно очень любезно а катите на все к черту кейт правильно я уважаю уважуха тихо аккуратно ноги сломай теперь мы будем искать этот поезд нет не будем спели оскар тормозни поедем на поезде искать сибирио очередным безумным дедом которым мы знали очень очень много течение этой великолепной игры на этом наше приключение наше прохождение игры сибири заканчивается вот такой был трогательный великолепный конец кейт бросила все что способствую решению сложно сказать как ты думаешь что повлияло на ее окончательное решение и напиши свои мысли в комментариях интересно будет почитать но а в целом я так скажу ее больше ничего не держит никого у нее там не осталось и она поняла что путешествие это возможно новый способ узнать о мире узнать о людях ей открылись грани жизни совершенно с другой стороны правильно это или нет мы с вами можем узнать уже во второй части а потом уже и в третьей но я считаю что это было все не зря но с вами была энгри профессор я думаю что мы может быть сделаем еще и прохождение второй части и хотелось бы тоже по и попробовать пройти третью хотя я знаю что она немножечко технически не идеально напиши также хотелось бы тебе видеть и вторую и третью часть сибири но я пока что с вами прощаюсь